добрый день друзья блошиный дерматит у животного кто с этим сталкивался в общем я столкнулась впервые в жизни хотя у меня много лет коты животные но как-то вот из-за отпуска видимо упустила момент когда заболевание началось и когда я приехала из отпуска а в отпуске была почти месяц вот я приехала две недели сначала отсутствовала приехала уже у кота началось заболевание я отвезла его ветеринарному врачу показала ему назначили антибиотики противоаллергические препараты я ему давала каждый день и дозы я перепутала дозы даже больше чем нужно но как бы потом уехал опять на две недели опять приезжаю и та же песня никаких улучшений нет хотя ему препараты продолжали давать кот просто раздирал себя в кровь не давал зажить на холке от середины головы наверно до практически ниже лопаток была сплошная рана сплошная разодранная рана кровища мясо все прочее то есть настолько огромный большой зуд у него был что котище себя раздирал в кровь не давал только корочка образуется он ее раздирают корочка образуется он и раздирает но я решила уже не церемониться и взять плотно кота в свои руки в общем что я сейчас делаю вот уже две недели ежедневно я ему делаю плотные перевязки перевязки я порвала хб пододеяльник из него сделала бинты и делаю почему плотные перевязки чтобы он когтями не смог не снять не разодрать себя через эти перевязки помимо этого даю противоаллергические препараты сначала делал давала супрастин причем дозу давала больше чем нужно если нужно допустим четвертинку давать коту на его вес я давала половинку дабы он просто поспал и дал возможность раном зажить и не раздирался если вот стоит только мне допустим я с работы задержалась пчела с работы задержалась пришла и упустила какой-то полчаса час допустим это было один раз но было и действие препарата закончилась или что и вот я смотрю он уже все его трясет он все с тебя все повязки содрал и опять разодрался в кровь вот так то есть надо следить за тем чтобы постоянно он был на противоаллергических препаратах помимо этого поменяла корм я купила на сухой корм без содержания никаких куриных жиров в общем курицу полностью удалила из его рациона даже в сухой корм дорогой покупаю за 400 с чем-то рублей килограмм где нет даже куриных жиров вот для чувствительных животных для чувствительного пищеварения вот перевела на этот корм обрабатываю я видео еще приложу что я делаю какие перевязки делаю и значит засыпаю порошочком тоже ветеринарки купила порошочек по-моему тетрациклиновый называется но там несколько ингредиентов там же посоветовали мазь для но это уже на сухую кожу где подсохшие корочки либо просто сухая кожа там я наношу через слегка тонким слоем мазь но стараюсь сейчас мази не злоупотреблять в основном вот порошок чтобы зажили все эти раны и пошло улучшение сейчас вместо супрастина дают цитрин в общем цитрин перевязки порошки перед тем как засыпать порошок на кожу я обрабатываю хлоргексидином и противозудными препаратами есть капли ветеринарки противозуд стоп зуд тоже капаю чтоб меньше чесался и плотные перевязки и улучшение сегодня вот предложу видео улучшение уже есть еще сделала отвар полыни и протираю всю его шортку каждый день сейчас вот этим отваром вот такой крутой отвар с полыню протираю противоблох он хорошо помогает дальше что еще и дала ему препарат вот ежемесячно что дает котам животным против блох против клещей и так далее есть название сейчас ним не вспомню быстро вот но вчера ему плохо было от этой таблетки видимо все в комплексе ему плоховато было к вечеру только отошел но днем я видела прям реально ему нехорошо вот но это уже просто необходимость надо было дать потому что блохи и все это все же надо следить я протира в место где он лежит он у меня лежит на шкафу сейчас либо вверху либо внизу и протираю постоянно каждый день это место протираю и ему шерстку делаю перевязки ну вот посмотрите приложила видео может кому-то поможет так но вот мы уже вторую неделю боремся вот вот это все были мокрые раны она еще мокрит но вот мы засыпаем мажем мази даем противоаллергические препараты все это с той стороны шеи уже чуть-чуть подсохла кожа а здесь еще мокрое я сейчас засыпала просто порошочек порошочек вот такой вот такой мази мажем и перевязываю тканевыми повязками у меня их тут целая куча для того чтобы он все это своими когтям не раздирал потому что и корм у него противоаллергический еще обтираю заварила полынь и обтираю его помимо того что дала вчера препарат от блох клещей который каждый раз в месяц дается ему про плохо было вчера от него сегодня получше и вот протираю полыни еще отваром полыни от блох и место где он лежит и его самого